давай ответим на вопрос какие-то во Владивостоке молодого человека на 15 суток закрыли за то что он матерился в адрес президента это услышали полицейские забрали его участка говоря о том что вова плохой мне вот меня просили не не материться я честно с трудом с трудом сдерживаюсь мальцева уважаете не вот парня парни жалко конечно и вот в таких случаях нужно как-то я говорю сейчас вот с этими выборами разберемся и нужно будет организовывать систему уже я готов ее организовать общей поддержки что такое случается сразу наши адвокаты подтягиваются если кто-то наезжает на какого-то представителя оппозиции чтобы туда в общем-то подъехали в том числе и правильные казаки с нагайками и в общем правильные люди и так далее то есть мы говорили вот про то что такая программа должна быть для айфона и мы это все сделаем я даже не сомневаюсь про в ближайшее время поэтому там да вот получается что те вот которые так сказать они бьют по этим хвостам но по самым незащищенным у них получается их сажать на 15 суток я думаю что у них не получится если мы будем защищать этих людей мальцева уважаете доллар я спрашиваю что такое доллар доллар деньги что рубль для мне что доллар но доллар посильнее валюта чем рубль до доверие больше у меня все доверие к деньгам нет я помню меня как-то спрашивали журналисты я ничего другого не скажет мальцев что для вас деньги деньги для меня это патроны и для меня патроны я говорю я не люблю патроны я люблю стрелять я люблю стрелять я не люблю патрон поэтому доллары такие же патроны и 10 этих миллиардов нам точно патронов не прислали нифига собаки из госдепа ближе к концу хочу напомнить что поставьте пожалуйста лайк это поднимет нас в топ ютуба и больше людей сможет посмотреть передачу данной мы сейчас поставили такую задачу 5000 лайков за эфир сейчас 4614 но друзья 400 с небольшим человек для нас это вообще не сумму при условии что нас смотрят 8000 поэтому вот ты жующий бутерброд и смотрящий в монитор отвлекись на секунду и поставь лайк и вот отличный вопрос его казаков наезжают и в зря наезжайте огромное количество нас во-первых поддерживают до одного болтаха у тока взять очень много казаков в волгограде и в ростове-на-дону и в краснодаре и так далее то есть вот те которые там какие-то продажные да там путинскому режиму продались ну я лишь не знаю какие они там казаки до мозговским казакам привет они тоже нас поддерживают поэтому вы вот увидите ближе к пятому одиннадцатом то вот это вот шушеры уже практически не будет поддерживать или путинский чтобы с лгбт в россии при новой власти чтобы с лгбт ну мы их не будем трогать они нас трогать не будут чет на самом деле проблем то нет никаких проблем возникают в православной стране тогда когда все это начинает выпячиваться вообще любая вещь вот любая клоунада к которая но есть она вызывает негатив пусть это лгбт не лгбт участвует приду придумать другое да даже не связано это с каким-то там садовскими грехами и людям это будет не нравится так такое воспитание здесь вот как не на такие вещи выпячивать и все и и никто никого трогать не будет зачем как мальцев будет общаться с лидерами других стран европы если все лидеры сатанисты ну не знаю насчет вот того что как когда-то вообще вот все они такие но на не все я во крайней мере у час даже вижу что точно там не не все лидеры до сатанисты и хотя я и не знаю кто из них там станист кто кто есть кто они разного вероисповедания да и ну не знаю даже не могу на этот вопрос ответ но точно если будем общаться не будем рассматривать как как станисты я вам с обамой общался он не произвел впечатление станиста щи у нас ел нормально со свининой отлично священы вернул и все все в порядке я правда думал что он араб тогда он сенатором был я я не думаю во первых что он негр во вторых я не не знал что он станет президентом я видел какой то есть мужчина такой причем очень веселый такой добродушный ну и все то есть перед приемом пищи он там козу ритуале я не ничего не исполнял да вячеслав как вам удается совмещать православную веру и уважение к ленину не знаю в чем противоречие дело в том что православная вера это некое мироощущение до отношение к ленину это все-таки больше к истории и к науке имеет отношение да потому что все таки марксизм ленинизм чего бы ни говорили с научной точки зрения очень правильное такое учение и многие многие вещи я заимствую и они работают я сам вижу что это работает кроме всего прочего я говорю ленину нужно оставить истории также как и сталина это некие исторические персонажи которые заслуживают определенного уважения есть какие-то более страшные до персонажи в истории который который мы которым тоже относимся уважительно наполеон например для россии ну наполеон же никто не клавиш об злодеи когда когда-то говорим может быть еще сто лет назад говорили а сейчас все уже это исторический персонаж города александр македонский до герои но зачем жесткую стулья ломать тут 5000 лайков всем большое спасибо мы штурмовали эту отметку до 5000 лайков это круто у нас никогда не был 5000 лайков но в онлайне надо понимать что онлайн но и опять же это говорит о чем о том что во первых это возможно и ничего сверхъестественного в этом нет и во вторых это говорит о том что это нужно выводить на постоянный до момент то есть не то что мы вот такие конкурсы какие-то рекордные устраиваем давайте выводить на постоянку чтобы неделю у нас стабильно было 5000 лайков вот тогда будет действительно плюсы вот люди пишут что лайками революцию не сделаешь но во первых вот парадокс да что сейчас как раз двадцать первом веке наверное лайками революция как раз и делается а во вторых мы просто говорим и может кто-то не слышал еще о том что лайки это не только какой-то вот наш такой показатель какие мы молодцы да но это еще и для youtube очень важно именно для сайта он тогда выдает нас во первых в топе а во вторых в рекомендуемых видео то есть я приводил пример вот в там большевики советское время раздавали листовки на улицах а сейчас ваши лайки по большому счету точно такие же листовки вот нажимаю эту кнопку вы точно так же передаете листовку ближайшему соратнику который возможно вообще раз никогда не видел поэтому от действительно очень важно слова у вас как революционер в зале и положат упаси бог у меня есть местечко между мамой и папой на веки достаточно милое место я когда езжу к родителям на могилку я всегда знаю что вот здесь я буду лежать и ни в коем случае в другом месте я не хочу и уж тем более там в виде куклы руки вот так вот чё православным человек такие вещи не надо говорить я я боюсь этого признаете ли вы геноцид черкесского народа вообще то что происходило там допустим с чеченцами с немцами с калмыками да во время войны то есть это сталинские репрессии как рассматривать сталинские репрессии как геноцид тогда надо начинать с геноцида русского народа да ну будем это как вот представьте да там допустим украина голодомор геноцид украинского народа если мы говорим да здесь в саратове был то же самое это геноцид русского народа тогда здесь надо сказать да да наверное это да да наверное надо сказать да тогда и чеченцы и немцы и все остальные и тогда возникает вопрос а нафига делить тогда ну значит нужно осудить режим сталина сказать что да вот в этой части режим был античеловечный это был злодейский режим кто в этом сомневается нет никто не сомневается конечно вот в этой части это абсолютно бесчеловечный режим вопросов нет есть у этого режима какие-то другие части так скажем которые но опять же здесь вот вопрос если бы это не оставляем истории тогда мы начинаем делить мы говорим украинцам вот там а нас больше там заморили голодом чем вас они как нет нас больше голодом чем мы в чем мы соревнуемся то господи зачем ну да был общий такой страшный режим пострадали многие народы очень много людей погибло и в результате репрессии в результате голода и в результате войны эффективно и сосчитать невозможно сколько сейчас это способ для того чтобы кто-то наживал все политические очки политические очки политики должны не на голоде прошлых лет на жива же наживать а насытости современного мира поймите так так все устроено они все молодцы вот как был херовом смотрите поэтому молодцы говно вы они молодцы молодцы те кто накормит наши народы молодцы те кто удаст мир нашим народом даст медицину и так далее все говно так тут я разошелся извините еще какие еще вопросы называют марзолей зиккуратом слава флаг вот с флагами сереж флаги вот я я тебе как раз сказал флаги надо вот знак мы это показали страшные масонские флаги где вы их вывешивать вывешивают вы в этой вывесили в группе для начала нужно в группу их туда для начала вывешивайте в группу и все и давайте собирайте как было мнение людей и как какая-то группа флагов там несколько десятков должны там добро давайте знаете как поступим дорогие друзья вот в течение достаточно долгого времени мы действительно об этом говорим но у нас как бы сами видите и праймерис нарисовались выборы и так далее вот сейчас предложение есть какой у нас появилась страница вконтакте у нас до сих пор остались действующими почты поэтому в очередной раз мы давайте вернемся к теме флагов просьба следующая если вы когда-то уже скидывали нам кит предложения по флагам или сейчас у вас появилось какое-то желание какое-то предложение нам сделать вы можете свои наброски отправлять нам в контакт вконтакте есть возможность при отправлении сообщения обозначить тему сообщения но точно так же как в общем-то и на электронной почте при общении люди это не часто используют вот нам будет удобно если вы отправляете нам какое-то знамя флаг и так далее там герб я не знаю что захотели вы чтобы в теме обозначили что это флаги и мы тогда как-то будем это архивировать я думаю в ближайшее время поднимем старые архивы где уже кто-то сбрасывал поэтому давайте сейчас это в порядок приведем я думаю в самое ближайшее время тут опять я что-то не в тему сказал по поводу того что вопрос был про чеченцев или про черкеса черкеса это имеется ввиду кавказские воины при царе батюшки ну здесь чего говорить это вообще надо оставить историю что тогда был тогда был сплошной геноцид вообще везде поэтому если 20 века рассматривала на если рассматривать те кавказские войны ну тут у меня даже слов нет да тут везде все было одно и то же я говорил именно про сталинский период я просто не дослышал поэтому у нас разночтение получилось то вообще надо оставить истории вот там историки пусть разбираются и и все не надо но я думаю нашлись это это не сработает на какой-то миролюбие на дружбу насчет такой это я говорю это какие-то политические очки не тем людям добавят так вячеслав почему нет группа в одноклассниках там есть кем работать я вот всегда спрашиваю почему нет такой группы я ее не 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 создал близкий мне человек создавал группа начала работать два года назад очень хорошо работала ее убили там в одноклассниках и и порушили то есть потом кто-то еще создавал и снова порушили может быть создать и но хотят кто изна 7 7 дней продержалась вам осталось семь дней ну давайте попробуем может прям вот все вместе я объявлю какая группа и посмотрим сколько все дел продержится там на будет тогда жаловаться того как-то и заманова алишер усманова так где прописан путин ну не знаю где он прописан говорили что он прописан в питере в той квартирке который затопил помните там счет 120 метров она ее там затопил так который у него была когда получил которую от собчака еще а уж не знаю и манта да уж прописать то мы найдем его где никуда никуда до ночи выбор узнаем где будет голосовать там да кстати интересно и направились будет ли у него отклипить как ты петельный путин будет карусельчиком единственным будет один кататься по петербургу и голосовать сам за себя как минимум стиль на врежу нас да у слова бояре плохи нет я кстати всегда ответственность себя не снимаю всегда беру ответственность всю полноту ответственности беру на себя у меня так никогда не перекидываю ни на своих помощников ни на что это я уж с ним могу сам разбираться а вот как-то внешне то есть с какими то людьми которые со стороны я всегда если кто-то накосячил беру на себя ответственность так что нет я я это это не не принимаю такой упрек каких-то у меня у меня достаточно много других косяков и грехов так что даже не ищите вы и думаете о чем не такой же как все такой же абсолютно но не хуже а у нас так чтобы во власти самые худшие в религии у нас церковники грешнее мирян в кремле сидят самые худшие отрибью ну почему тогда давайте как-нибудь не худших таких же как как все остальные будем продвигать у нас получается что самые гниды получают движение кирилл самсонов пишет дядя слава завтра сдаю историю пожелай мне удачи удачи кирилл удачи история это очень важный предмет не у зубов интересно профессор спасибо большое за то что вы нас смотрите до новой исторической эпохи осталось 506 дней и час с небольшим